Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Многие европейские компании перешли на дополнительную оценку качества гибридов по их переваримости и усвояемости Да, соответственно, что может влиять на усвояемость кукурузы, да, кукурузной клетчатки? Клетка кукурузы состоит из трех основных частей. Это целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Такие вещества, как целлюлоза и гемицеллюлоза, они хорошо перевариваются в организме коровы. А лигнин является инкрустирующим веществом, он не позволяет растению кукурузы полегать. Да, именно благодаря этому мы видим то, что кукуруза на поле стоит прямо. Если бы лигнина не было, кукуруза бы полегала и, соответственно, невозможно было бы собрать урожай. Лигнин, ну, напомню, да, он практически не переваривается в организме коровы. И распределение этих трех основных элементов, таких как целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин, как раз-таки позволяют понять, да, насколько будет хорош этот гибрид в усвояемости. Генетическая вилка по переваримости в кукурузе, это примерно от 40 до 62%. То есть разбег достаточно большой. Какой-то гибрид будет перевариваться всего лишь по клетчатке на 40%, а лучшие гибриды должны перевариваться на 60 и более. Соответственно, есть также и зависимость, прямая зависимость между переваримостью и энергетикой корма. То есть если корм переваривается на 60%, то прямая корреляция говорит о том, что содержание энергии в этом корме будет на уровне одной энергетической единицы. Если корм переваривается, например, на 45%, то содержание энергии будет всего лишь 0,8 УФЛ энергии. Напомню, что один УФЛ это энергия одного килограмма сухого ячменя. То есть по-хорошему, да, сила с кукурузной высокого качества в сухом веществе сравним с энергетикой концентрированного корма, такого как ячмень. Соответственно, отбор и выращивание гибридов, которые действительно отвечают потребностям животного с очень высокой суточной продуктивностью. Например, только на прошлой неделе мы были в нашей молочной ферме во Владимирской области, где надойность сегодня составляет уже 37 литров молока на корову в сутки. Соответственно, если умножим на 305 дней лактации, то это будет за 11 тонн молока. И здесь необходимо действительно очень высокий кормак по качеству. Это вкратце по технологии LGNA, да, то есть лимогрейн кормлению животных. Здесь наши исследования направлены на, прежде всего, усвояемость и направлены на крахмал. Прежде всего, это транзитный крахмал, который переваривается в тонком отделе кишечника и является наиболее ценным для коровы. Соответственно, количество транзитного крахмала будет зависеть от типа гибрида, будь то зубовидный тип, либо хремнистозубовидный. От генетических особенностей и гибриды, которые обладают лучшим количеством и качеством крахмала. У нас в каталоге, можете их увидеть, обозначаются брендом Star Plus. Соответственно, это гибриды, которые предназначены для кормления, в том числе и мясного скота. Ну и если переходить к продуктам, на сегодня здесь на поле у нас представлено три продукта и один продукт-новинка, который, к сожалению, не успел приехать к посеву. И на сегодня мы можем посмотреть на него только на стенде. Поэтому, если этот гибрид вас заинтересует, вы можете связаться с оригинальными представителями и выбрать локацию там, где этот гибрид высеян. Либо посмотреть, какое-то появление его в производстве носилось. ФАО у гибрида 31255-250. Это гибрид с кремнистозубовидным типом зерна. По технологии LGNA. Те данные, которые мы по нему видим, это действительно гибрид с очень высокой энергией, более 1000 Вем. И гибрид с очень высоким потенциалом урожайности в своей группе спелости. Ну и первая причина, по которой мы его позиционируем на юге, да, это то, что этот гибрид хорошо переносит засушливые условия. Действительно имеет выраженный стейгрин эффект, долго стоит зеленым. У вас есть окно для уборки. Как отмечается нами, и также, допустим, мы видим эти данные по, например, ручхозу Краснодарская, о том, что на сегодняшний день в Краснодарском крае наиболее высокая питательность у гибридов с ФАО примерно 250-300. То есть на протяжении уже пяти лет именно это ФАО дает самое высокое качество. Соответственно, более традиционные гибриды с ФАО 350-400 будут немного, но отставать по качеству именно от этой группы спелости. Ну и, соответственно, есть необходимость в разделении уборки, поэтому отдать какую-то часть под более ранний продукт считаю целесообразным. То есть это однозначно высокое качество, и, соответственно, вы раньше заходите в уборку, у вас остается, вся фактически масса убирается в оптимальные сроки. Также за мной находится гибрид Jody, очень популярный продукт на рынке именно в Южном регионе. ФАО у гибрида 380, это проверенный гибрид, он достаточно давно находится в нашем портфеле. Если можете увидеть, да, то гибрид действительно хорошо облиственный по показателям урожайности. Здесь это урожайность до 600 центнеров гектара. Если брать условия черноземья, то в Брянской области убирается с урожайностью до 800-850 центнеров с гектара. Соответственно, Jody это и забота о здоровье коров, потому что высоко переваримая клетчатка снижает концентратную нагрузку, и коровы меньше страдают ацидозом, достаточно распространенным заболеванием. Если можете посмотреть, то Jody это гибрид интенсивный, очень хорошо отзывается на внесение органики, на условия орошения, на корневые и внекорневые подкормки. И, конечно же, этот гибрид всю хорошую технологию перенесет в качество. Как в качество урожая, так и по количеству урожайности с гектара. Гибрид LG 31272, V у гибрида 270. И этот гибрид также идет по технологии Star Plus, то есть высокое содержание крахмала. В прошлом году мы проводили большие опыты в хозяйстве Путиловец, и вот как раз-таки по энергетике 272 и 255 были лидерами нашего опыта. Содержание энергии примерно 1030 вем, по содержанию крахмала около 40%. Соответственно, этот гибрид имеет очень высокую натурность зерна, то есть при вроде бы равных размерах початков урожайность будет всегда больше. Достаточно хороший Stay Green Effect, гибрид долго остается зеленым. Ну и прежде всего, конечно же, надо обратить внимание на то, что этот гибрид очень устойчив к засухе. То есть с кормами вы точно заготовите необходимый объем кормов. Буквально вчера мы объезжали хозяйство, которое возделывает этот гибрид на силос в Старо-Щербиновском районе. Прогнозируемая дата уборки примерно через 4-5 дней. Программа спутникового мониторинга говорит нам о том, что содержание сухого вещества уже 30%. И планируемая урожайность примерно 350 центнеров с гектара. Следующий гибрид это гибрид Никитас ФАО-260. Гибрид относится к технологии LGNA, то есть это действительно гибрид с очень высокими параметрами по усвояемости и переваримости клетчатки. И имеет также хорошо выполненный початок, 14-16 рядов зерен гибрид с выраженным стейгрин эффектом. Этот гибрид получил регистрацию сразу в 8 регионах, что говорит о том, что это безусловно пластичный продукт. То есть он адаптируется под любую зону климатическую и под технологию возделывания. По урожайности, если брать, то на юге это 300-350 центнеров с гектара. Если брать черноземье, то, как правило, это 500-550 центнеров с гектара. Гибрид также массивный, облиственный и имеет действительно очень высокие показатели по клетчатке. Как по накоплению клетчатки НДК, так и по ее доступности для животного. Поэтому для ранней уборки в южных регионах тоже однозначно рекомендуем присмотреться к гибриду Никита, для того, чтобы сделать нормальное махно уборки. Каждая компания хотела бы предложить идеальный гибрид. Каждая компания хотела бы предложить самый лучший гибрид, лучше, чем все остальные конкуренты. И на сегодняшний день, ну, какой самый хороший гибрид будет, какой будет идеальный? Наверное, у которого будет самая большая урожайность, будет вовремя влагоотдача, который будет очень стабильный, который будет год от года себя показывать только с лучшей стороны. Но! Каждый год у нас условия разные, поэтому гибриды себя ведут абсолютно по-разному. Один год у нас один лидер, другой год другой лидер. И наша цель сегодня – предложить вам те гибриды, которые лучше всего подходят для условий Краснодарского края. И чтобы эти гибриды радовали вас год за годом, и в том числе и новиночки, о которых у нас пока есть только ожидания. Первый наш гибрид – это гибрид Adeway. Вы все этот гибрид, наверное, давно уже знаете. Он более 12 лет в производстве. Этот гибрид более 10 лет является самым урожайным гибридом компании Elimograin на зерно. То есть он продемонстрировал результат в 172 центнера. Это самый урожайный гибрид на сегодня. Мы надеемся на наши новинки, мы надеемся, что Пальм первенство, скажем так, Adeway рано или поздно уступит, потому что действительно гибриду уже 12 лет. Но, тем не менее, так или иначе, это наш хедлайнер. За счет чего? Почему он такой урожайный и почему так все складывается? Во-первых, можно обратить внимание на его опыление. Если вы подойдете к початку, любой початок сорвете, вы увидите, что он опылен прямо до самой макушки. То есть практически не бывает таких условий, где бы этот початок опылился недостаточно или опылился плохо. И крайне редко могут быть такие условия, когда гибрид проседает под воздействием, допустим, засухи. Естественно, чудес не бывает. Если там воды совсем нет и растение высыхает на корню, то не бывает такого растения, которое бы, я не знаю, качало воду из каких-то небывалых недр. Но гибрид Adeway в этом плане очень хорош. У него очень быстрый старт. Он цветет с гибридами на уровне 250-240 фау. За счет этого уходит от экстремальной жары. Опыление отличное. Ну и, соответственно, за счет этого и за счет высокого качества зерна высокий урожай. Было бы 16-18 рядов зерен, вообще бы цены гибриду не было, он бы никогда не ушел из зернового портфеля. Но сегодня в основном это 14 рядов зерен. Но даже с 14 рядами зерен этот гибрид показывает очень хорошие результаты. И очень высокие урожаи. За счет того, что прежде всего до 42 зерен в одном ряду. То есть в любом случае это практически 500 зерен очень высокого качества. Далее переходим на наш следующий гибрид. Этот гибрид LG 31272. Об этом гибриде вам уже говорил Игорь немного ранее. На самом деле это зерновой гибрид. И его основные преимущества, они также спрятаны в початке, как и у ADV. У ADV початок длинный, цилиндрический. Здесь форма початка коническая. Здесь у початка очень мощная такая выраженная базальная часть. И у этого гибрида очень высокая масса 1000. То есть это до 335 граммов. То есть этот гибрид может невзрачно выглядеть, если сравнивать два гибрида, как говорится, початок к початку. То есть при равных условиях он будет всегда выигрывать на взвешивании за счет того, что у него очень высокая масса 1000. Очень много стекловидного крахмала. За счет этого гибрид практически всегда на взвешивании при прочих равных условиях будет выигрывать. Гибрид также обладает очень ранним цветением и реактивным, очень быстрым стартом в начале. Это критически важно для Краснодарского края, поскольку те гибриды, которые успеют ухватить в самом начале и элементов питания, и влаги, они потом будут, как говорится, командовать парадом, и они потом будут показывать лучшие результаты в период налива. То есть по большому счету какие компоненты нужны для того, чтобы сформировать хороший урожай. Нужно, чтобы у нас растения хорошо опылились, нужно, чтобы хорошо налились, тогда хороший результат не заставит себя долго ждать. Но для этого нам нужен реактивный, очень мощный, быстрый старт. Это гибрид 272. То есть это именно тот гибрид, который обеспечивает такие условия. Вернее, такие характеристики под собой подразумевает. Слоган этого гибрида «Превосходя ожидания». Дело в том, что в 2020 году, когда мы первый раз увидели этот гибрид, он нам показался, ну, несколько невзрачным выглядящим в условиях сильного стресса от засухи. Мы, честно говоря, не возлагали на него больших надежд, когда первый год он был в тестировании. Но, когда мы его убрали и стали взвешивать, это был 2020 год. Как вы помните, год был не самый удачный для кукурузы. В районе Кущевки, в районе Новопокровки урожайность была 53-55 центеров. То есть что такое для 2020 года в Кущевке урожайность 55 центеров? Там початки были вот настолько вот опалены, а початок сам был вот такой вот. Вот, ну, у большинства гибридов. Поэтому этот гибрид мы рекомендуем для самых жестких условий, для самой сильной засухи. Наш следующий гибрид, гибрид LG 31-330. К большому сожалению, я не могу его показать вам вживую, поскольку в этом году были некоторые сложности с логистикой семян по понятным причинам. Многие семена зашли поздно, если бы мы сеяли на 3 дня позже этот опыт, этот гибрид здесь бы был, но сложилось так, как сложилось. Что мы можем сказать про этот гибрид? Я его видел уже во множестве, в огромном количестве локаций. Это очень крупное растение. То есть среди других растений, это растение великан, на 30-40 сантиметров выше остальных в опытах. То есть у меня есть опыт, там я не знаю, где и по 30 гибридов. Растение действительно крупное, и уже сейчас можно сказать, что початок будет тоже крупным. В большинстве локаций это 16 рядов зерен, есть локации, где 18 рядов зерен. И не менее 35 зерен в ряду. То есть початок будет всегда регулярным, стабильным, с большим количеством зерна. Фау этого гибрида 330, вот здесь у нас опечатка на плакате. Гибрид зубовидный, то есть будет отличная влагоотдача. Это тот гибрид, который мы очень ждали, он очень подходит для рынка южных регионов. То есть действительно это гибрид с широчайшим спектром использования по климатическим условиям. Он исключительно себя проявит как в Краснодарском крае, и в Ставрополе, и в республиках он себя проявит очень хорошо. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ Расскажу вам об одном сегменте в нашем портфеле. Это гибриды под технологию Экспресс, соответственно устойчивые к гербицидам на основе трибелуронметила, зарегистрированном на подсолнечнике. Хотел бы начать свой рассказ с рынка. Как вы можете видеть, здесь статистика достаточно интересная. По результатам прошлого года у нас были по стране рекордные площади под подсолнечник составляли 9,5 миллионов гектар. И по этому году на начало продаж прогноз был относительно стабилен по данным Института конъюнктуры и аграрного рынка. Порядка 9,2-9,3 площади планировались на территории России. И вот по последним данным у нас площади составляет 9,5 миллионов. То есть мы в принципе в рамках площадей прошлого года. Ну о чем это говорит? О том, что к культуре проявляется большой интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей. Остается одной из самых рентабельных, привлекательных культур на рынке. Ну давайте посмотрим, как делится внутри по площадям технологии. Все больше и больше актуальность приобретают гибриды, которые подходят под гербицидные технологии. И в частности под технологию Экспресс. Мы видим, что за последние годы одна из основных, наиболее динамично развивающихся технологий, это технология Экспресс. На сегодняшний день по результатам прошлого года 30% доли рынка занимает. И также стоит обратить внимание на интенсивно развивающуюся технологию Клиарфилд Плюс. И в частности гибриды под эту технологию. Ну компания Лимогрен, мы реагируем на основную динамику развития рынка. И стараемся строить портфель, который будет отвечать всем требованиям, которые необходимы для российского рынка. Поэтому мы все больше заводим в наш портфель гибридов под технологию Экспресс, под технологию Клиарфилд Плюс. Здесь представлены все наши новинки, все наши гибриды, которые у нас есть в продажах на сегодняшний день. Начать бы я хотел с гибрида 59580. Это продукт, который создан на базе нашей лучшей засухоустойчивой генетики. Это один из лидеров на сегодняшний день в продажах не только в нашем портфеле, но и на рынке. Занимает основные площади. Генетика этого гибрида отлично адаптирована к условиям недостаточного увлажнения. То есть гибрид подойдет для засушливых условий регионов. Устойчив к семи расам заразихи. Отлично адаптирован под гербициды Экспресс и под гербициды Экспресс Голд. Мы о них чуть позже поговорим со специалистом компании. Сейчас также прошу вас обращать внимание на рядки абсолютно чистые. То есть гербицидные технологии отлично отработали. Никакой фитотоктичности на культуре также не наблюдается. То есть генетика очень хорошо оптимизирована. Еще раз повторюсь, что 59580 это продукт, который подойдет для условий недостаточного увлажнения. То есть это гибрид для засушливых регионов. Пройдемте пожалуйста дальше. Я хочу вам представить еще одну новинку, еще один гибрид в нашем портфеле. LG 50559SH это новая генетика. Здесь я хотел бы наверное акцентировать внимание, что этот гибрид больше подойдет для условий достаточного увлажнения. Как раз таки 50559 содержит отлично, имеет очень хороший профиль по основным заболеваниям. В частности таким заболеваниям, как ложная мущества роса, у него максимальный профиль. Очень хорошая толерантность к основным болезням, таким как фомопсис, который достаточно тоже распространен в ряде регионов, особенно в условиях достаточного увлажнения. Ну и конкретно вот этот гибрид, он является решением для условий, где риск болезни наиболее высокий. Кроме этого 50559 также обладает генетической устойчивостью к 7 расам заразихи. И мы знаем, что в рамках технологии Экспресс это наиболее важный показатель, так как заразиха, как вы знаете, не контролируется полностью гербицидом. Поэтому очень важно, чтобы гибрид обладал генетической устойчивостью. Также этот продукт оптимизирован к гербицидам Экспресс Экспресс Голд, то есть отлично переносит даже максимальные дозировки препарата, очень хорошо оптимизирован к этим продуктам. Также здесь можно отметить, что гибрид относится к среднеспелой группе спелости и обладает максимальным потенциалом урожайности в нашей линейке. Также 50559 это гибрид с максимально высокой масличностью, то есть гибрид высокомасличного типа и будет давать очень хорошие показатели, результаты по маслу. Мой блок это технология, технология, скажем так, бренд Санелло. Что под себя он подразумевает? Это устойчивость заразихи от А до G, то есть устойчивость к гербицидам и устойчивость к засухе. ЛГ-5455 КЛП. Наша новинка, а не новинка, а регистрация в 2021 году проходила. Гербиц гибрид раннеспелый, один из самых ранних гибридов вообще по технологии Clearfield Plus среди конкурентов и среди наших. Чем отличается? Отличается высотой скоростью, быстро стартует, быстро развивается он, как ранее. Поэтому мы его не рекомендуем для ранних сроков сева. Большая рекомендация идет для оптимальных и для поздних сроков сева. Отличается, как я уже сказал, быстрым стартом, быстрой влагоотдачей. Если вы обратите внимание, уже у него корзинка лимонного цвета, то есть недели через две, я думаю, он уже будет подходить к уборке. Чем еще он интересен? То есть имеет хороший профиль по болезням, к основным, максимальная тодерантность к ложномучнистой рассе, ну и хорошим потенциалом урожайности кирилл, и хорошим потенциалом масличности. Гибрид ЛГ-5555 КЛП. Это один из любимых гибридов засушенного зона, таких как Ростовская область, Волгоградская область. Чем он отличается? Гибрид среднеранний. Гибрид очень засухоустойчивый. Он себя проверяет в засухе. Мы в влагообеспеченные зоны его не рекомендуем. Рекомендуем больше в засуху. То есть он пластичен именно в засухе. Отличается он очень тонкой паренхимой. Он хоть и среднеранний, но ближе к ранним гибридам. Отличается тонкой паренхимой и быстрая влага отдачи перед уборкой. Тоже он подойдет к уборке ненамного позже, чем 455 наш гибрид. Густутый дальше. Здесь норма высела на везде была одинакова. 65 тысяч только на двух гибридах мы делали в сторону увеличения, либо уменьшения этой нормы высела. Чтобы понять было, как... Также 4 пятерки обладают высоким потенциалом урожайности и подходят под технологию мини-тил и ноутил. Наша новинка. Новый гибрид 50541 КЛП. Гибрид среднеранний, экстенсивный. Ну, скажем так, что умеренно экстенсивный. Имеет хороший потенциал урожайности. Также же и масличности. Здесь было две нормы высела. То есть помимо стандарта 65 тысяч, было снижение на 10 тысяч в сторону уменьшения. То есть, чтобы понять, подобрать оптимальную, скажем так, густоту для каждой зоны. Именно для этой зоны, какая будет больше подходить. Уже будем убирать, уже будем сравнивать. Он имеет очень хорошую компенсационную особенность. То есть, он разгоняет корзинку при изреженном посеве, начинает увеличивать корзинку. Ну, значит, хочется сказать огромное спасибо компании Лимогрин за проведение такого мероприятия, за предоставление информации о их новинках, о подсолнечнике, кукурузе. Все было очень интересно, подготовлено на высочайшем уровне. Поэтому достойно есть что посмотреть. Гибриды, защита, ну и дальнейшего процветания компании Лимогрин. Гибриды, защита, ну и дальнейшего процветания компании Лимогрин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова